Всем привет, меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет влог, как всегда начинаю вас с завтрака, у меня будет чай, запеканка с вареньем, также мне нужно доесть кашу, которую Ярослав не доел, потому что он сидит и лопает запеканку, она ему больше нравится, да, чем каша? Да, скажи, конечно, запеканка-то повкуснее будет. Почему у тебя здесь? Так, и, в общем-то, да, вот такой будет завтрак, так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Я еду стричься, опять к своему там мастеру, у меня вот длиннющие-длиннющие волосы опять, которые я стригу только раз в год, и, в общем-то, опять хочу их просто подстричь сантиметров на 20, нет, у меня тут была маниакальная идея, я хотела подстричь челку, такую косую челку, но поняла, что, скорее всего, нет. У меня челка была один раз в жизни, когда мне было лет 15, и я практически сразу ее начала отращивать, потому что мне было с ней жутко неудобно, она постоянно грязнилась, но, в общем, все, кто когда-либо имели челки или у кого есть, и, наверное, меня понимают, и, в общем-то, я передумала в итоге, и решила, что мне челка все-таки не нужна. Нет, не снимай. Ты не снимай, я тебя. Вот половина меня снимала, я не снимала. Ну, мне просто так немного. Ну, в проечнике, ну, в проечнике, в проечнике. А интересно, не останавливается то, что я снимаю салфит? Ну, чтобы я это не делал. Вот, и поэтому, скорее всего, я просто подстригусь покороче, ну, отстригу, наверное, опять себе сантиметров 20. Ну, кстати говоря, у меня вполне неплохие волосы, но я имею в виду, что по качеству, и, в принципе, я бы, может, их не стригу, просто, но эта длина, она мешает, просто потому что, ну, неудобно, и плюс, вот так как ребенок спит с нами, он вечно ложится на мои волосы, а постоянно делать их там в косичку или в хвостик, на самом деле, не совсем удобно, и волосам тоже надо когда-то отдавать отдыхать, потому что обычно днем я хожу с булькой на голове, как большинство мам, наверное. Вот, 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 вот такой глоб, так же, как я еду в стричься, и приблизительно как раз-таки год назад, где-то в этих же числах. Продолжаем эту традицию, традицию, да. Да, в конце января я еду в стричься. Раз в год? Не, у нас есть традиция, каждый год. Какое сегодня число-то? 27-е, да, а в том году, я даже помню, что я в том году, 20 января, я ехала в стричься. Ну, смотри, ну, это базальная неделя, потому что я не заболел. Ну, да. Продолжаем традицию. Да. Так, ну, в общем, я уже, наверное, всех достала, потому что трогаю свой волос. Ну, вот, короче, еду в стричься, но потом покажу результат, как всегда. Итак, я подстриглась, 15 сантиметров где-то мне обрезали. Вот, теперь у меня волосы покороче. Ну, я, как всегда, просто укоротила длину, и все, никаких модельных стрижек я не делала. Хотя я спросила у нее, может быть, сделать лесенку. Она говорит, ну, ее постоянно нужно будет укладывать на такие волосы, как у меня. Поэтому, говорит, смотрите сами, я могу обрезать, но они будут просто у вас как бы висеть. Учитывая, что я постоянно делаю хвостик, то, как бы, мне это не нужно. Ну, и челка, она сказала, ну, вы вообще с ней намучаетесь. Поэтому, ну, как бы она говорит, смотрите сами. Но, в итоге, я решила ничего не делать. А сейчас я хочу в улыбку радуги сходить, посмотреть, что там есть. Новая марка здесь появилась, очень интересная. Такая вот, Vibo, как-то называется. Очень интересная тут, недорогая. Палеточка. Вот эта вот контурная палетка, вот такая вот, как от Makeup Revolution, стоит всего лишь 274 рубля. А вот эти тени вам ничего не напоминают? Очень похоже на ToFaced. Еще зашли в Макдональдс, захотелось вредной еды, уже давно ничего такого не ела. Вот, и решила вот эту новую штуку попробовать, какой-то мусс, бельгийский шоколад, что-то такое называется. Я так понимаю, что это какой-то шоколадный шоколад в шоколаде. В общем, как раз то, что я люблю. Вот. Будем есть вредную еду. И так, вот так меня в итоге подстригли. Ну, наверное, сантиметров 15 мне обрезали. Ну, просто обычная ровная длина. Ну, сейчас просто непонятно, потому что там у меня еще волосы сзади сюда попали. Так что голове прям полегчало, волосы такие живые, так хорошо. А единственное, мне, кстати, вот мастер предложила, ну, это ближе, наверное, к весне или даже к лету, возможно, я сделаю удлиненную челку. Ну, я думала, на самом деле, о ней. То есть, вот, чтобы она где-то вот так вот была, вот просто вот от лица потом накручивать. И, возможно, она, говорит, очень хорошо будет, если осветлить эти прядки возле лица. Ну, не знаю, я еще, конечно, об этом подумаю, как это будет смотреться. Но, в любом случае, сейчас нет смысла это делать под шапку, поэтому, в общем-то, пока что в любом случае ничего не буду делать. Вот, и в Улыбке Радуги, в общем, я заходила в Улыбку Радуги, купила там некоторые покупочки, в общем, совершила. Пыталась что-то там снимать, но, как всегда, там вот эти охранники-надзиратели ходят, поэтому особо не наснимаешься. Вот, но то, что купила, я вам потом покажу. Итак, быстренько покажу вам свои покупки в Улыбке Радуги. И, начну я вот с этого средства, оно мне, к сожалению, протекло, видимо, упаковка не совсем удачная мне попалась. И поэтому сейчас покажу, отставлю его в сторону. Это средство для снятия гель-лака. Вообще, я снимаю, точнее, спиливаю гель-лак аппаратом. А вот это средство я купила, чтобы почистить дно своей LED-лампы. Ну, потому что, бывает, там гель-лак попадет, и он, соответственно, застывает. И, в общем, я посмотрела на YouTube-е видео, как почистить дно, и поэтому купила вот это вот средство. Не знаю даже, что это за производитель, но, в общем-то, это и не важно, но упаковка ужасная. Поэтому, не знаю, даже, может быть, куда-нибудь перелью. Дальше купила я вот такие витамины для лица, Новосвит, Акваспрей. Я уже не в первый раз покупаю, мне очень нравится, использую и как термальную воду, и когда, например, нанесу косметику, и на лице остается такая припудренность, или небольшие такие шелушинки, что очень актуально для моей кожи зимой. Вот при помощи этого спрея я его наношу, и, в общем-то, это все проходит. Мне он очень нравится, хватает надолго, поэтому повторила покупку. Дальше спрей для рук с антибактериальными компонентами Корелакс, без салфеток, воды и мыла. Это меня муж попросил купить. Ну, знаете, бывает так, когда нужно очистить руки, помыть, а воды нет, и поэтому такой спрей приходит на помощь. Еще бывает в виде геля, но спрей все-таки более удобно. Дальше вот такой крем Дефанс, или я не знаю даже, как эта марка правильно читается, тоже не в первый раз уже покупаю, питательный, с маслом ши и маслом авокадо. Он очень бюджетный, не могу сказать, что прям хорошо увлажняет, но, в принципе, для ежедневного применения подходит. Запах у него достаточно приятный, стоит около 45-50 рублей, то есть вообще очень бюджетный. Дальше вот такой вот крем от Эвелин, один из моих самых любимых кремов для тела, из серии Фитолиния, какао плюс масло авокадо. Здесь 210 мл, он очень густой этот крем, я бы даже сказала, он похож больше на баттер. Его надолго хватает, приятнейший запах, он отлично увлажняет кожу, в общем, он мне во всем нравится, я много-много раз его покупала, и не раз рассказывала в пустых баночках и в покупках, в общем, я от него в восторге. Дальше нашла я, то я не могла никак найти пасты Хималай Херблс, теперь они мне везде попадаются, и в фикс прайсе, и вот в улыбке радуги. На них, к тому же, была скидка, сейчас я даже по чеку посмотрю, сколько они стоили. По-моему, да, 69,50. В фикс прайсе я покупала, по-моему, за 99. И вот я взяла комплексную защиту и для чувствительных зубов. Для чувствительных зубов я уже пробовала, мне тогда подружка привозила из Индии, мне очень понравились эти пасты, поэтому я взяла две таких. И комплексную защиту я в фикс прайсе тоже покупала, еще не пробовала, но думаю, что тоже не разочаруюсь, потому что Хималай Херблс я обожаю, и я думаю, что мне понравится. И также к этой же теме купила две зубные щетки. Это, я так понимаю, какая-то их собственная марка, ну вот улыбки радуги, вот называется вот так Seven Days, прям как круассаны. Я просто покупала уже такую щетку, она стоит 40 рублей, по-моему, и они очень мягкие, у меня чувствительные десны, в общем, мне очень понравилась эта щетка, хорошо очищает и при этом не вызывает никакой кровоточивости десен, и поэтому я в восторге осталась и взяла две таких. Дальше три бальзама, так как я обожаю всякие бальзамы для губ, их много не бывает, и к тому же на них тоже были хорошие скидки, поэтому я взяла сразу три. Во-первых, вот такую, вот такой бальзам, я думаю, вы поняли, закос под что это, под знаменитый Carmex, называется Max Kea, не знаю, что это за производитель, а вот Голланд Косметик, они, кстати, производят такие вот бальзамчики, типа фруктового поцелуя, по-моему, это вот из этой серии, здесь даже SPF 15 типа, я его уже открывала, он прекрасно пахнет вишней, просто обалденно, очень-очень вкусно, единственное, что он красного цвета, и он дает цвет на губах, мне это не очень нравится, если честно, особенно то, что цвет красный, ну да ладно, может быть, летом будет как раз-таки актуально. В общем, такой вот бальзамчик, он стоил 56 рублей, это от Fido Cosmetic Vaseline для губ, я покупала такой в фикс-прайсе, только с клюквой, а это идет с облепихой, он стоил 44 рубля, в фикс-прайсе, соответственно, 50, мне понравился, поэтому купила такой же. Ну и, конечно же, вот Himalaya Hair был с бальзам для губ, с маслом какао, я уже рассказывала, как я покупала в фикс-прайсе бальзам для губ, такой в тюбике, он оказался просто ужасным, поэтому я думаю, что с этим будет все в порядке. Так, дальше купила еще вот такое вот мыло, жидкое, делике, я обычно покупала там с малиной или с яблоком, вот этой вот фирмы, а этот называется Passion, там еще было в голубой упаковке, что-то там французский шарм как-то назывался, но я выбрала вот этот вот, и у него запах, я уже послушала, напоминает мне какой-то порошок, просто стиральный порошок обычный, вот, но не знаю, может мне так показалось, но, в общем, попробуем, а пока что мне запах не очень понравился. Следнее, что я купила, я просто перешла из другой комнаты, именно специально, чтобы было дневное освещение, я все-таки купила палетку вот этой вот косметики, которую раньше не слышала, называется она в итоге Vibo, я посмотрела в интернете, и оказывается, достаточно много блогеров снимала на нее обзор. Косметика эта позиционируется как польская, но произведена она в Китае, изготовлена, если вот здесь вот посмотреть, здесь видно, но здесь ничего удивительного, многие марки косметики там производятся, поэтому удивляться нечему. Итак, вот так выглядит упаковка, и я специально взяла палеточку от Makeup Revolution, чтобы их сравнить, и здесь, я так понимаю, никаких номеров нету, если вот Makeup Revolution это у меня самое светлое, здесь вот только такая была представлена, не знаю, есть ли у нее другие оттенки. По поводу упаковки, мне больше понравилось у Vibo, потому что в Makeup Revolution просто какой-то прозрачный пластик, который уже у меня поцарапался, хотя она просто на столе у меня лежит, я ее с собой не ношу и в косметичку не кладу. Зеркало просто, я вообще не знаю, это снег, зачем его сделали, непонятно. Здесь все более качественнее, презентабельнее выглядит, плюс зеркало на всю крышку. По граммовкам здесь 11 грамм, здесь 10, почти одинаково. Ну и дальше по оттенкам. Сразу бросается в глаза бронзер, в Makeup Revolution это именно бронзер, он с коричневым оттенком, даже с таким рыженьким. Здесь именно такой серый холодный потон, и если это именно бронзер, это похож на скульптор, я думаю, им будет неплохо делать контуринг. Дальше хайлайтер в Makeup Revolution, он более такой кремовый-розовый, здесь более холодный. И, не знаю, мне кажется, у них текстура разная. Видите, вот в Makeup Revolution он так замылился, и вот такие как пупырышки на поверхности образовались. Мне кажется, здесь такого не будет. Я пока пробовать не буду, вот, потому что, наверное, хотя, не знаю, может быть, и попробую, но в любом случае вам тогда расскажу. Так, я просто пока по оттенкам сравниваю. И, что касается румян, то в Makeup Revolution они более персиковые, а в Viboo более розовые. И мне кажется, что в Makeup Revolution больше золота. В общем, вот такие вот, на первый взгляд, сравнения. Мне пока что вот по оттенкам нравится Viboo, и учитывая, что я пробовала свочи в тестере, то мне больше нравится Viboo. Не знаю, как будет в использовании, в обзорах блогеры по-разному говорят, кому-то нравится, кому-то нет. Вообще косметика очень привлекательная в плане цены, в плане различных палеток. Я все-таки жалею, что не купила, наверное, ту нейтральную палетку для глаз, но просто у меня очень много теней, и я достаточно редко ими пользуюсь, поэтому не знаю, наверное, мне не нужна. Но если, например, я попаду в улыбку радуги 15-го числа, когда будет 15% скидка, и там будет эта палетка, то, скорее всего, куплю. А так, в общем и целом, пока впечатления положительные. Если у вас что-то было из этой марки, обязательно напишите, будет интересно почитать, что вам понравилось. Так что вот такие у меня были покупки. Но все-таки я не выдержала и сделала свотчи. И вот, в общем, вверху это Makeup Revolution, бронзер, хайлайтер и румяна, и внизу Vibo. Но вот сейчас при дневном свете они вообще бронзеры смотрятся просто ужасно какими-то коричнево-оранжевыми. На самом деле, нет. Вибо намного холоднее, прямо вот реально дает в серый цвет. Хайлайтер более холоднее, опять-таки, в Vibo. И румяна тоже холоднее, они более розовые. В общем, Makeup Revolution более теплая палетка, а Vibo более холодная, и она именно аналог Sleek. Makeup Revolution, она все-таки отличается от Sleek. И также Vibo просто очень сильная отдушка такой пудры из Советского Союза. Не могу сказать, что меня это раздражает, но все равно есть такой момент, если кому-то это важно. Вот, тоже такое замечание. Но, в общем и целом, пока что я довольна. Сейчас мы собираемся делать кольцевой свет. Для тех, кто не знает, это что-то наподобие софтбокса, только в виде такого кружочка. Очень часто используется визажистами, ну и, в общем-то, блогерами. Я давно хотела что-то подобное, но на Алиэкспресс цены варьируются где-то от 4 до бесконечности тысяч. Ну, не до бесконечности, но где-то я и за 12 тысяч видела даже на Алиэкспресс. Ну, конечно, они сделаны профессионально все, но, тем не менее, я видела много роликов, где это делают сами, и поэтому я тоже решила попробовать. И что нам для этого понадобится? Во-первых, это светодиодная лента, которую я заказала, опять-таки, на Алиэкспресс. Заказывала я сразу с USB проводом. Здесь у меня 4 метра. Я подумала, что мне, в принципе, хватит этого, ссылку на светодиодную ленту я оставлю. Также понадобится, в общем-то, сама форма, на которой мы будем все это крепить. Мы просто из картона вырезали два вот таких вот круга. Сейчас мы их будем вместе скреплять, чтобы была конструкция более плотная. Здесь диаметр где-то, вот по внешнему вот этому кругу, где-то 30 сантиметров, может быть, чуть побольше, 32, где-то просто из обычной коробки из-под подгузников вырезали два круга. И, в общем-то, далее понадобится фольга алюминиевая, которую мы будем покрывать. Потом вот эти кружочки. Также бумага для выпечки или пергамент, скотч и клей. Не знаю, у меня есть обычный клей ПВА и суперклей. Не знаю, какой понадобится. Ну и, в общем-то, сейчас мы просто будем вот эти два круга скреплять скотчем или приклеивать, не знаю, пока не решили, скорее всего, скотчем. Будем просто обматывать, чтобы вместе их соединить. Вот такое колечко получилось. Конечно, совсем они одинаковые, но это, собственно, не важно, потому что сейчас мы все это будем оборачивать фольгой. Итак, вот что у нас получилось. Обернули фольгой. И сейчас, собственно, будем наклеивать светодиодную ленту. Вот это вот. Итак, вот что получилось. И на самом деле нужно было заказывать 5 метров, а не 4. Как раз бы вот на этот кружочек мне бы этот метр бы и понадобился. Я не знаю, в последний момент решила почему-то заказывать именно 4 метра, но нужно было 5. И, в общем-то, давайте включим сразу и посмотрим, как он горит. Вот так вот горит. Достаточно ярко. И сейчас мы будем сверху это все покрывать пергаментной бумагой, чтобы свет был не настолько жестким и холодным. Итак, вот что у нас получилось в конечном итоге. Вот так все выглядит. Сзади, конечно, это все не очень презентабельно, но самое главное у нас это то, что находится спереди. И все-таки я очень жалею, что я заказала 4 метра. Как раз бы вот этот вот лишний метр вот здесь он бы проходил. И, возможно, от этого бы было светлее. Но мне муж сказал, что на самом деле этот метр, он не особо играл бы разницу. Не знаю, может быть, он меня просто успокаивал. Но на самом деле не знаю. Так, давайте включим. Сейчас я включу. Красоту. Итак, вот как это все выглядит. Вот, то есть можно видеть, да, что как раз-таки вот здесь вот прям вот не хватает еще одной такой вот полосочки. Ну, в общем и целом, я, в принципе, довольна. Мне понравилось, что получилось. Но я уже пробовала поснимать с этим светом. Я ожидала, что будет более светло. И свет, на самом деле, очень холодный. Прям такой очень сильно выбеливает лицо. И не хватает прям какой-то теплоты. Ну, в принципе, это все решается настройками баланса белого. Но, тем не менее, в общем и целом, я, наверное, больше довольна, чем нет. И эта лента обошлась мне где-то около 400 рублей. Вот это все, там, пергамент, там, фольга. Это все стоит абсолютные копейки. Поэтому, в общем и целом, это все и вышло мне за 400 рублей. И где-то полчаса времени, наверное. Поэтому, хорошая штука. Единственное, я бы, наверное, посоветовала заказывать все-таки 5 метров. Назовала, что эта лента, она самоклеящаяся. То есть, у нее такая клейкая лента идет в обратной стороне. Так что, опять-таки, клеить ее ни на что не нужно. Здесь, как бы, все предусмотрено. Дополнительно купили такой вот USB-удлинитель. Так как в комплекте со светодиодной лентой шел очень короткий шнур. Я не знаю, он полметра, наверное, если не короче. А вот этот мы купили, он полтора метра. Вот такой вот. А то у меня, не знаю, чтобы вставить в розетку, мне нужно было кучу переходников присоединять. А тут, в общем, удобно. Он такой вот подлиннее. Вот я, в принципе, им пользуюсь. Уже снимала с ним видео. Вот как раз-таки пустые баночки уходящего 2017-го я снимала со световым кольцом. В общем, вот такой вот кольцевой свет. Я надеюсь, что кому-то, возможно, это была полезная информация.